Ну что, по традиции, начнем с рывков и прорывов. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Полдень против п***». Что это за проект такой, с чем его едят, спросите меня вы, наверное. Очередное какое-то экстремистское «что-то там», призывающее к свержению действующего конституционного строя в стране, скажут невежественные уропатриоты, да нет. Очередная предвыборная история, о каких во время любой избирательной кампании появляется энное количество, проект «Полдень» как раз один из таких проектов, причем ориентирован на здесь и сейчас, в смысле на нынешние выборы, на выборы 2024, возник относительно недавно, в конце января, когда стало очевидным, что до участия в текущей кампании не допустят даже условно альтернативных кандидатов, что, кстати, в понедельник как раз и случилось, я про Надеждина сейчас говорю, тусовка ожидается только для своих, видимо. В регистрации отказать. Такое решение в отношении всех четверых претендентов на пост главы государства Бориса Надеждина, Сергея Маленковича, Рады Русских и Анатолия Баташова, Центр-Избирком принял единогласно. Ну, я не знаю, я не удивлен. Ну и вот тогда группа активистов, не буду называть их по фамилиям, поскольку задолбаюсь говорить про каждого второго, мол, признанный на агентом, так вот группа активистов предложила несогласным с данным решением ЦИКа избирателям ту самую стратегию Полди. В ней нет ничего незаконного, тем более экстремистского. Его смысл заключается в том, чтобы предложить всем вот этим людям, кто не согласен с решением ЦИКа, повторюсь, все-таки прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании, но таким вот образом, ногами. Сделать он и планируется в определенный день, в определенное время цель показать властям, мол, мы тоже избиратели. Мы тоже хотим своего кандидата и нас, в общем, достаточное количество для подобных требований, вопреки всеобщему заблуждению, которое транслирует телевизор. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Дискомфорт! Сейчас остановимся на унам подробнее, так реальная журналистика, мои губы опять не туда угодили. Вот эти слова бессмертной песни, бессмертных гостей из будущего пусть и станут темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Вообще, я к чему сейчас заговорил об этой истории, а дело в том, что она является еще одним ярчайшим доказательством того, что российским властям на самом деле чаще всего пакостят не какие-то мифические враги, вроде проплаченных агентов Госдепа, не пятая колонна внутри страны и даже не умеренная оппозиция, этим занимаются их же вассалы, да. Безголовые чиновники-исполнители, которые в попытке проявить популизаторскую инициативу и показать начальникам и тута за тебя, за тебя. Так вот, именно эти люди в итоге создают Кремлю наибольшие проблемы. Мы с вами об этом уже не в первый раз говорим, не в первый раз убеждаемся. Я вообще часто такие темы здесь поднимаю. Хорошо, давайте к нашему конкретному примеру вернемся. Вот это вот акция «Полдень». Заблокировали сейчас сайт, значит, ее инициаторов по настоянию РКН, напомню, без какого-либо обоснования, где, что нарушено, непонятно. К процессу, правда, уже подключились прокурорские, и там в спешном порядке решают, к чему бы все это дело прикрутить, а чего добились-то в итоге. Вы что, с ума сошлись, что ли? Послушайте, это просто даже несерьезный подход к делу. Это же касается, там, тысяч людей. Да ну нахуй! Именно. Как по мне, оказали медвежью услугу. В очередной раз создали дополнительные проблемы для кремлевских политтехнологов. Теперь объясню, почему первое. Согласитесь, если еще неделю назад какая-то часть протестно настроенных граждан знать не знала об этой акции «Полдень», теперь знают, будьте уверены. Ну или узнают очень скоро больше, скажу, это уже второе. Даже среди людей, которые о ней слышали. Так вот, даже среди таких людей был очень высокий процент сомневающихся, принять в этой акции участие или не принять. Пока на горизонте не появился Роскомнадзор со своими запретами и сомнения у многих тут же рассеялись. Так кому сказать спасибо-то за пиар, за раскрутку данной акции? Молодцы, господа чиновники! Или, как я люблю говорить еще, браво танцующим! Как меня снимали? У меня эфир, вторник. А там последний день, когда они могут принять решение, потому что если они не назначают это решение суда, что меня надо вычеркнуть из списка, то на следующий день я формально по закону должен быть в списке включен там и далее по списку. Так вот мне звонят, эфир у меня, например, в 4, а мне говорят, а в 5, там в 5.15 назначен суд касационный. Я говорю, подождите, я не успеваю, вы меня надлежащим образом не известили, потому что суд через час у меня, это реально, это практически в прямом эфире. Ощи хуйня! А вот еще одно подтверждение моей теории, Дмитрий Потапенко, тоже признанный ныне иноагентом, которого по-настоящему знаменитым в российской политике тоже сделали чинушей с Центральной избирательной комиссии. Случилось это в 2021 году, в момент, когда Потапенко сняли с выборов под каким-то совершенно левым, в принципе, надуманным предлогом. Сами только что все слышали, он рассказал, ну кому он мешал? Или кому мешала вот эта вот партия, блин, свободы и справедливости, от которой баллотировался, чья великая партия, что ли? Может быть, какие-то шансы у них были сорвать джекпот и занять большинство мест в Госдуме, да максимум. На 1-2 мандата претендовали, и то в теории, но однажды, повторюсь, на сцене возникли артисты ЦИКа и сделали из Потапенко суперзвезду. В каждом эшелоне сидят дуболомы. В Центральном ЦИКе подделов подписи, которые я вам показывал, под моей декларацией, и это все поднялось в топы Яндекса. Ну, извините за тавтологию, не в смысле акции, а в смысле информационного. Все молодцы. Слушайте, а Надеждина, который лицом протеста во время текущей президентской кампании сделал, или там Дунцову, а они же, Памфилова и ее кампания. Три месяца назад про ту Дунцову скажем, да даже в родном ржеве мало кто слышал. Для всей остальной России эта женщина, в принципе, была ноунеймом. Опытные оппозиционные политики, помню, тогда говорили, вы шутите? Невозможно, нельзя за полгода сделать. Из, безусловно, прекрасной, но никому неизвестной дамы, кандидата, который хотя бы подписи в свою поддержку соберет. Про результаты голосования лучше даже не мечтать сейчас. От слова совсем. Для того, чтобы был реальный сбор подписей, да еще 300 тысяч по 7,5 из региона. Это в каждом регионе должен быть штаб. Примерно там, ну там, одна пятая от того, что у нас был штаб в Москве, когда мы избирали, да, брюхану. А вы помните, как мы надрывались? А вы помните, как мы тут собирали целыми днями деньги, и как и у нас там были эти и отделы, и штаб, и все такое. Ну а и тут Памфилова подмогнула, сделав невозможное возможное. В итоге, теперь Дунцова, конечно, еще не звезда, но уже политик федерального уровня, партию он создает, регистрирует. Спасибо, Элла Санна! Вот уж постаралась, так постаралась, прогнулась перед высоким начальством. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. И да, между прочим, если бы не та Памфиловская глупость относительно скоропостижного недопуска госпожи Дунцовой к участию в выборах, никаких очередей за Надеждина мы бы, конечно, не увидели, потому что, да потому что там тоже ситуация из серии «Салава, пустоголову, халую чиновнику» изначально-то. Борис Борисович воспринимался как засланный казачок, не так разве? Я в том числе не верил этому мужику, но вот напомню. И несмотря на то, что господин Надеждин уже развел в медиапространстве какое-то подобие виртуальной революции, мол, я иду на выборы, дабы остановить Путина, ну все же все понимают. Чувак всю жизнь в системе, с руки царя четверть века кормится. Ну какой из него оппозиционер? Так бы все и было, если бы не гигантское количество бездарей, недотеп и просто дураков, которых чинуши развели в структурах, отвечающих за выборы, проведу небольшой рикбет. Есть такая наука, называется политология или паблик релейшн пиар, в дословном переводе связи с общественностью. Изучает вопросы взаимодействия с обществом, правильного взаимодействия с обществом, короче, учит грамотно манипулировать людьми. И вот одна из базовых технологий, на которую вся эта хрень опирается, называется технология вызов. Смысл ясен из названия. Вызов должен бросить маленький, но гордый, большому и сильному. В чем прикол? А в том, что симпатии большинства почти всегда на стороне маленького, но гордого, что, собственно, мы и увидели за тем люди, которым изначально тот Надеждин вообще не нравился, пошли занимать очереди на мороз, дабы оставить подпись. В поддержку этого мужика как кандидата, да и сам Борис Борисович в какой-то момент почувствовал растущие за спиной крылья взял, да и поменял правила игры, решив, что будет действовать без оглядки на вчерашних боссов. Смотрите, я уже чувствую себя не человеком, вот там по имени Борис Борисович, я себя чувствую функцией, в каком-то смысле символом. Так случилось, что я стал символом протеста, я стал символом сопротивления. Да, серьезно, ты не верил. Еще раз, и если бы недоумки из АП администрации президента, будучи студентами, учились в университетах-то, а не папины бабки по кабакам проматывали вместо лекций, они бы о данной фишке знали в смысле о той технологии вызов, а поскольку ребята в массе своей деграданты и занимают свои кресла просто так, по звонку, или потому что чьи-то родственники, друзья, друзья друзей, вот поэтому режим потихоньку и сыплется, поэтому рейтинги великого кормчего все чаще приходится рисовать, поэтому компания нынешняя в абсолютное шапито-шоу превратилась, и ничего уже, кроме смеха, у нормальных людей не вызывает. А вообще мне даже жалко вот этих дедушек и бабушек из Кремлевского политбюро, они ведь правда не понимают, кто на самом деле их закапывает. Они действительно не понимают, почему то тут, то там что-то сыплется, рушится, валится, а впрочем, такова перспектива исхода любого иллюзорного мира. Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, работает ведь только в детских считалочках, а в жизни, да вы и сами все знаете. Посему запасаемся попкорном и наблюдаем за Титаником, до титров, похоже, осталось совсем недолго, на этот раз совсем недолго, все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.